Центральный дом учёных расположен на очень интересной, старинной и в то же время красивой своими особняками знаменитой улице Причистенко. Названа она в честь знаменитой иконы Причистой Божьей Матери, которая находилась в Новодевичьем монастыре, в сторону которого и была проложена эта улица. Начинается она сейчас от метро Кропоткинская, ну а там, вы знаете, совсем недалеко до Кремля. Так вот от Кремля ездили помолиться к этой иконе. И находится он в очень интересном особняке, в котором когда-то жил Иван Петрович Архаров, генерал-губернатор города Москвы. Ну вы все знаете слово, наверное, архаровцы. Так вот, расскажу историю этого названия. В своё время, когда император сообщил Ивану Петровичу о назначении его военным губернатором Москвы, тот растерялся и сначала стал отказываться. Ну хорошо, ответил император, я дам тебе человека, который в том тебе будет помогать. И дал ему в подмогу господина Гесса, старого полковника. Видимо, благодаря этому Гесса и возник пехотный полк архаровцев, состоящих из солдат весьма жестоких, зато очень дисциплинированных. Архаров отличался также своим радушием и хлебосольством. Если обычные обеды, на обычных обедах можно было увидеть до 40 человек народа, то балы, конечно, превосходили всё. Но это было в московских традициях. А сейчас мы с вами в вестибюле Центрального Дома Учёных. По окончанию войны 1812 года усадьба завладел Бахметьев, заново отстроивший практически сгоревший дом. Затем усадьба перешла к Тутомину, а после куберциремонии Эстерома на Рыжкину. Он был вторым из легендарных персонажей, живших здесь. Иван Нарышкин слыл известным светским львом и шаркуном. Некий господин, из знавших его лично, вспоминал так Александра Ивановича. Небольшого роста, худенький и миловидный человек. Он, противоположной супруге своей, был очень общительного характера и очень учтив в обращении. После Ивана Александровича дом принадлежал Мусину Пушкину, затем Гагариной, а после Миклашевской с 1865 года и до самой смены власти здесь обитали купцы Коншины. Из них особо прославилась старуха Коншина, известная благотворительница. В родном городе Серпухове она основала целый комплекс всяческих благотворительных учреждений. В Москве приют с больницей для увечных воинов, дом матери и ребенка. В Петровско-Розумовском санаторий лазарет для выздоравливающих солдат. Даже после ее смерти, наступившей в 1914 году, на завещанные ей средства возвели еще одно убежище для инвалидов, воинов и их семей. А известнейший московский пьяница Лукьяныч вспоминал о том, что сердобойная хозяйка неизменно принимала его сирого с почетом и уважением, не отказывала ни в спиртном, ни в деньгах. Дорогие друзья, мы с подругой, по доброй традиции, приехали в Дом ученых на рождественский концерт, который проходил в Малахитовом зале. Выйду на улицу, солнца неба, красные детки, Свери меня с ума, Иду на улицу, гляну за селом, Девчата гуляют, и мне весело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Александрова «Веселые ребята», Тогда еще он назывался джаз-комедией. «Подставьте английские имена, и получится настоящая американская комедия. Вещь целиком не наша», Возмущался Кинодама и Свит Шуб. «Это какая-то демонстрация умений. Сделано очень любопытно, занятно, но это не наша», то «От Америки», от «Ревью» ей вторил Юрий Райзман. «Комедия построена по типу Гаральд Лойдовских. Разница ли в том, что Лойдовская комедия не отрывна от своей бытовой и социальной почвы Америки? Джаз-комедии положение есть, а почвы-то нет, но Сталину понравилось, и фильм был снят». Рядом на набережной педагиды дома на Пречистенке открыли общежитие для ученых. Вот так, мои дорогие друзья, я провожу Рождество. Всего вам самого хорошего, мои дорогие. Любви, счастья, добра. О, в Иерусалиме рано созвонили! Радуйся! Ой, радуйся, земле, раз веселый Божий сын народился! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok